Навстречу аграриям. Первый сельский час, посвященный развитию аграрного комплекса в городском округе Щёлково, поднял насущные проблемы сельхозкооперативов и фермеров. Дефицит, пригодных для выращивания культур площадей, трудности с реализацией продукции – это тема начавшегося диалога между фермерами и властями, итогом которого должны стать конкретные решения в пользу сельхозпроизводителя. Перспективой дальнейшего развития сельского хозяйства на территории Щёлковского муниципального района является поддержка и развитие малого предпринимательства, расширение, модернизация уже существующих сельскохозяйственных организаций, мясоперерабатывающих предприятий, обеспечение прироста количества фермерских хозяйств. В ходе преобразования Щелковского района в городской округ в администрации муниципалитета формируется отдел, который будет курировать промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Одна из его задач – упростить процедуру получения дополнительных земель. При многофункциональном центре госуслуг создается новая платформа «Мой бизнес», с помощью которой инвесторы и руководители предприятия ПК могли бы решать вопросы, начиная от регистрации, заканчивая получением разрешений и грантов на организацию агробизнеса. Участники дискуссии обсудили возможность кооперации в вопросах сбыта продукции, получения дотаций с бюджета на освоение сельхозземель, долгое время находившихся без обработки. Неиспользуемые площади породили вспышку роста борщевика, на борьбу с которым власти региона выделялись средства. В этом году сельхозпроизводители должны побеспокоиться об этом сами. К сожалению, на этот год выделено денег не так много, причем деньги из нашего бюджета, дотации сельхоза мы в этом году не получаем на борьбу с борщевиком. В планах у нас заложено то, что у нас хватит денег, это 280,5-65 гектаров, то, что мы можем сделать. Сельскохозяйственная организация нашего округа производит цельное молоко, занимается растениеводством, выращиванием зерновых культур, картофелем. Силами крестьянско-фермерских хозяйств обрабатывается 325 гектаров угодий, ведется молочное и мясное скотоводство. Есть потребность в расширении площадей под культуры, однако пригодных участков Подмосковья остается все меньше. По поручению губернатора администрации муниципалитета возвращают неиспользуемые сельхозземли в оборот. В этом году это около тысячи гектаров. Результатом, я думаю, это не только обсуждение и озвучивание проблемных вопросов на территории городского Кургощелково, но и также создание рабочей группы, которая будет заниматься именно формированием повесток на подобные часы. Мы сделаем их регулярными и основная задача только одна – сделать так, чтобы людей не отбивало и желание заниматься сельским хозяйством, разводить хорошие породы, дорогие породы скота, потому что это все затратно. И, соответственно, чтобы жители еще округского муниципального района могли пользоваться плодами их труда. Практика организации сельского часа как самостоятельного совещания, где обсуждается проблема агропромышленного комплекса, назрели давно, об этом говорили участники сегодняшнего совещания. Острые вопросы будут проработаны и вынесены на следующее обсуждение, ведь главное, чтобы инициатива сельхозпроизводителей не пропадала. Михаил Налетов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».